Доклад по диабетическому китоацидозу, это отделение детской эндокринологии в больнице имени Башлявы, заведует отделением Ирины Геннадьевны. И это совместная работа сотрудников кафедры детской эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования и наше отделение. Китайская мудрость гласит, что самая длинная дорога начинается с первого шага. И своим кратким сообщением я хочу сделать поворот на 180 градусов и вернуться к истокам, к первому шагу трудного пути наших пациентов и их родителей, о котором сегодня целый день мы разговаривали. Я хочу поговорить о дебюте заболевания, диабетический китоацидоз у детей в дебюте заболевания, современное состояние проблемы. Проблема актуальна. Сегодня называли цифры, и Валентина Александровна называла цифры заболеваемости и в мире, и в Москве, и в Московской области. Цифры в процентном отношении к отношению детей без диабета, они, может быть, и не очень высокие, но, учитывая то, какие социальные последствия, какие психологические последствия и какие экономические последствия несет за собой это заболевание, значит, проблема является очень актуальной. Прогноз течения сахарного диабета у детей определяется развитием китоацидотического состояния, в том числе и в дебюте заболевания. Вот, по данным литературы, во всем мире, в состоянии диабетического китоацидоза выявляется от 10 до 70% случаев. И частота развития китоацидоза в дебюте заболевания, она обратно пропорциональна частоте сахарного диабета в той или иной местности. То есть, чем больше диабета в той или иной стране или в том или ином городе, тем меньше китоацидоза в дебюте заболевания мы выявляем. Чем еще обеспечена актуальность? Диабетический китоацидоз несет в себе значительный риск осложнений, угрожающих жизни, в том числе и отека мозга, который развивается на фоне вот этих вот выраженных метаболических сдвигов, как при дефиците инсулина, так и при старте терапии инсулином. И является самой распространенной причиной смерти у детей от диабета. Долгое клиническое течение сахарного диабета до старта инсулинотерапии ухудшает прогноз течения заболевания. Дети с диабетическим китоацидозом в дебюте имеют лобильную гликемию, высокие дозы инсулина, меньше остаточной секреции в это клеток через 2 года после постановки диагноза и низкую частоту ремиссии. В свое время, несколько лет назад, группа авторов в мире провела огромную исследовательскую работу, были проанализированы статьи, расположенные на многих ресурсах, БАГМЕД, ВЭПОП САЙНС, СКОПУС, М-БАЗы, были найдены статьи по ссылкам, были изучены факторы, связанные с диабетическим китоацидозом в дебюте заболевания у детей и подростков. Это огромное исследование включало 46 исследований с участием 24 тысяч детей в 31 стране. Исследователи сравнили 23 фактора, влияющих на риск развития китоацидоза в дебюте заболевания. Большинство из этих факторов, представленные на следующем слайде, они поделены на несколько групп больших, выделены факторы пациента, такие как возраст, национальность, отягощенная наследственность по сахарному диабету, индекс массы, полкровное раствор родителей, семейные факторы. Здесь уже факторы семьи, это как бы социальное положение, занятость, образование родителей, структура семьи, полные и неполные семьи, статус медицинского страхования в тех странах, где страховая медицина, место проживания, сельская местность или город, семейный доход, родительская занятость, социальный статус. Факторы болезни, длительность симптомов, характер, частота симптомов, предшествующая инфекция. Другие факторы. В некоторых работах отмечена зависимость от дебюта и развития кетоацидоза от времени года. Значит, факторы болезни, длительность наличия симптомов и предшествующая инфекция. И отдельно, как бы я выделяю факторы врача, это поздняя диагностика, диагностическая ошибка, нет медицинских консультаций до постановки диагноза и отсроченное лечение. Значит, и как резюме этой работы было выявлено, что учитывая то, что на развитие кетоацидоза влияет вот это вот огромное количество факторов, что имеют место потенциальные возможности для снижения количества и профилактики серьезных метаболических нарушений в дебюте заболевания. Значит, отдельно возраст и факторы врача выделены как бы красным шрифтом, потому что в нашем отделении проведена небольшая работа по изучению влияния вот конкретно этих двух факторов на развитие диабетического кетоацидоза в дебюте заболевания. Значит, работа проводилась, в общем-то, дважды. Это была очень простая работа. Первый раз мы посчитали количество развития кетоацидоза в дебюте заболевания в 2014 году. Проведен анализ за 4 года, с 2010 по 2013 год. И вторую работу подобную мы провели в этом году, за 3 года, с 2016 по 2018 год, чтобы посмотреть, как изменилась ситуация с количеством кетоацидоза в дебюте заболевания сейчас по городу Москве. Значит, дети были поделены на две группы. Младше 5 лет и младше 6 лет и старше. Значит, запекая вперед, скажу, что здесь процентное соотношение детей младше 5 лет, она в этих двух работах, в этих двух анализах, в общем-то, не поменялась. Это порядка 35%. То есть 35% за вот эти вот почти 8 лет детей до младшего возраста. Значит, критерии постановки диагноза – это критерии SPART, критерии, которые показаны у нас в клинических рекомендациях. Это глюкоза выше 11 ммол на литр, кислотно-нарушение кислотно-щелочного равновесия PH меньше, чем 7,3, и дефицит бикарбонатов более чем 15. Ну, естественно, кетонория, кетономия и нарушение сознания любой степени тяжести. Значит, исследование, еще раз повторю, было очень простое. Проведен анализ истории болезни пациентов и статистическая обработка хип-адредпирсена. Значит, вот этот вот слайд, в принципе, он повторяет слайды, которые были показаны тоже на предыдущих симпозиумах. Это рост количества пациентов, которое прошло через наше отделение по годам. Обратите внимание, с 2010 по 2018 год количество обращений в дебюте заболевания практически в 2,5 раза увеличилось. То есть, если 2010 год это 53, ребенка получили первую инъекцию инсулина у нас в отделении, 53 ребенка, то за последние 3 года это от 120 до 137 дебютов первого типа со стартом терапии. Всего был проведен анализ 648 историй. Значит, количество пациентов с диабетическим кетоацидозом. Здесь нас ожидал, в общем-то, приятный сюрприз в этих двух анализах. Последний анализ показал, что количество детей, дебютировавших с кетоацидозом, несколько снизилось. В процентном соотношении это 14%, и, в общем-то, разница достоверная. То есть, количество кетоацидозов за прошедшие годы по Москве снизилось. Значит, что происходит по годам? По годам тоже происходит снижение. Если по-прежнему в группе детей младшего возраста количество кетоацидозов больше, но оно в сравнении 10-13 с последней работой 16-18 год, они снизились практически на те же 15% и в одном, и в другом случае. Если раньше диабетический кетоацидоз выявлялся у 61% детей младше 5 лет, то сейчас это 45%. У детей старше 5 лет он снизился более выраженно, был 45,7% и стал 32%. То есть, сахарный диабет немножко раньше диагностируется. Меньший процент допускаются серьезные метаболические нарушения. Ну, ошибочные диагнозы, как бы тот самый фактор врача, который звучал на одном из предыдущих слайдов. Вот, ну, я хочу сказать, что здесь как бы фактор врача, врачебные ошибки, мы прикоснулись, немножко прикоснулись только к самой вершине врачебных ошибок. Это то, что лежит на поверхности, то, что можно вытянуть из истории болезни стационарного больного, это диагноз при поступлении, то есть это фактически диагноз скорой помощи. Это то, что с каким диагнозом ребенок въехал в стационар. И что мы здесь видим? В общем-то, тоже в 2 раза, в 2 раза в процентном отношении у нас идет снижение количества ошибок. Значит, и в общем, как бы, как в общее у всех пациентов было 17,5, стало 8,5, так и по годам. Если раньше каждый четвертый пациент младше 5 лет приезжал в стационар с ошибочным диагнозом, то сейчас это количество пациентов упало вдвое. Значит, структура ошибочных диагнозов, она, в общем-то, остается та же, преобладает абдоминальный синдром. На втором месте следует дыхательное нарушение. Ну, да, в китоцидозе начинается отдышка, ставится диагноз или пневмония, или абструктивный синдром. Также присутствует ЗЧМТ. И, как бы, несколько диагнозов, такая экзотика, что раньше был зафиксирован один пилонефрит. А вот в новом исследовании у нас вот такой экзотический диагноз, как скрелатина, который не оказалось. Это просто были изменения кожи и обложенность языка у ребенка с китоцидозом. Значит, какие можно сделать выводы из этого, в общем-то, небольшого исследования? Частота диабетического китоцидоза при манифестации сахарного диабета у детей снизилась, но все равно остается высокой. Сахарный диабетический китоцидоз диагностируется в дебюте заболевания у каждого третьего ребенка. У детей младше 5 лет частота диабетического китоцидоза в 1,4 раза выше. Снизилась частота диагностических ошибок. Я думаю, что это произошло, потому что все практические скорые помощи оснащены глюкометром, и из практики здравоохранения сахар крови меряется в любом непонятном случае, что, в общем-то, я считаю, что это принесло свои результаты. Значит, в структуре диагностических ошибок преобладает абдоминальный синдром, и так как количество все равно китоцидозов остается высоким, и ошибки имеют место быть, поэтому остается актуальным обучение педиатров, хирургов и врачей других специальностей. Спасибо за просмотр!